Обстрелы вооруженными силами Украины, ДНР и ЛНР Карина вспоминает как страшный сон. Девушка-жительница Донецка. Неделю назад, когда была объявлена эвакуация, уехала в Россию вместе с двумя малышами. Дочке 5 лет, сыну всего лишь годик. Сейчас Карина с детьми живет у знакомых в Анапе. Не только друзья откликнулись на беду, но и волонтеры, предоставив гуманитарную помощь. Вещами, одеждой ребенка, памперсами, питанием. Это очень, если честно, спасибо им большое. Мы пришли, спросили документы, откуда. Рассказали, какая обстановка, какая ситуация. И ребята с удовольствием помогли. Сейчас на складе Центра гуманитарной помощи практически нет свободного места. Все эти вещи и продукты – вклад жителей курорта, неравнодушных к чужой беде. В первую очередь из ДНР и ЛНР было эвакуировано мирное население – женщины и дети. Поэтому чаще всего спрашивают питание для малышей, подгузники и средства гигиены. Я собрала вещи детские, они очень хорошие, поэтому посчитали нужным, чтобы помочь людям, которые оказались в жизненной ситуации сложной. Поэтому надеюсь, что пригодится. Страшная, конечно, ситуация. И надеюсь, что это все быстро закончится. И мы тоже внесли свою лепту таким образом помочь чем-нибудь. Если что-то будет, я уже всех своих знакомых тоже сказала, что собирайте все, что есть. Ну, не знаю, мне кажется, это важно – помогать людям. Часть вещей и продуктов волонтеры молодой гвардии партии «Единая Россия» раздают беженцам в Анапе. Остальное отправляют в Ростов-на-Дону, куда была эвакуирована основная часть мирного населения республик. В ближайшие дни будет укомплектован еще один груз объемом полторы тонны. Напомним, принять участие в сборе гуманитарной помощи может каждый анапчанин. Пункты расположены по адресу улица Крымская, 125, а также в индустриальном техникуме и филиале МПГУ. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.